Ежегодно в апреле по всей стране проходит акция часовой у Знамени Победы. Так нынешнее поколение отдает дань памяти тем, кто погиб за родину, кто приблизил Победу. Активное участие в ней принимают и школьники-чуваши. Историческая дата. 30 апреля 1945 года над Рейхстагом было водружено Знамя Победы. Развивающийся красный флаг как важнейший символ поражения гитлеровской Германии, реликвия Великой Отечественной войны. Знамя Победы передается из школы в школу. Сегодня почетный караул выстроен в столичной гимназии номер один. Четыре представителя из каждого класса, самые достойные, стоят в почетном карауле на протяжении пяти минут около Знамени Победы. Эта акция создана для того, чтобы молодое поколение никогда не забывало подвиги наших предков и всегда помнило, кому мы обязаны за мирное небо над нашими головами. В гимназии действует свой поисковый отряд. Ребята проводят огромную работу по воссозданию неизвестных страниц истории, поиску земляков, пропавших без вести в годы войны. Для того, чтобы существовала постоянная связь между поколениями, между прошлым и настоящим, у нас в гимназии существует поисковый отряд, который занимается разной деятельностью и выезжает на вахты памяти, и проводит патриотические акции и многое другое. Но вот в этом году для нас особое значение имеет тема Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Для нас эта тема стала лично значимой, поскольку наши дети стали интересоваться больше историей своей семьи. Нашим детям это очень нравится. Считаем это очень важно. В преддверии 9 мая школьники готовят ветеранам подарки. Они делают их сами. Забота и внимание это то, в чем в первую очередь нуждается старшее поколение. Ольга Семенова, Александр Атяков, Республика.